всем привет такая поэтапная сборка что потом не было вопросов аттестировал матрицу вот по этим реперам которые он когда-то рассказывал как это делается короче сделано лучше не будет ну и хуже не будет дальше здесь на материнке ну да на материнке на ответных креплениях есть такие маячки реперные точки смотрите на них внимательно вот это вот эти кронштейн чеки вот я сейчас их показываю все время контролировать резкость на кронштейн чеках вот такие есть пупырышки это раз . репера где-то еще тут есть короче а вот два вот это крайне здесь вот здесь она эти ответные такие штыречки это сделано для того чтобы материнка села не перекрашивалась если она на них четко села значит мы угадали для того чтобы это произошло с нашим холодным пальцем пришлось поступить следующим образом его надо было загнуть сначала сюда сделать вот такую выемку видите то есть как бы чтобы он повторил прижался к самой вот я вам показываю заветные щели всякие изгибы это и хороший изгиб туда как раз замечательно термодатчик залазит то есть он получился у нас вот такого сейчас вот такой формы он идет так как это все тут задолбливать одному снимать так потом так потом так наверх то есть такое получилось буковка такая зил внизу и таким образом он полностью повторяет контур среза вот этой рамки рамки экрана теперь когда мы это все сделали с вами после этого вот после этого да и выгнули вот эти вот нижние язычки так чтобы они ушли подсоединили понятно шлейф там были тряса все дела проверили чтобы ничего не мешало не резала вот наши эти шлейфы которые будут идти на материнку за под изолировал простой изолентой перегибы все потом я вот так вот обрежу сниму главное что когда материнка сядет чтоб там ника чего ну не касалось ну как это можно и не делать она там в принципе зал залакирована ну как говорится пусть будет здесь тоже изолента простая изолента без всяких но обезжиренно чуть поверхность пальца чтоб она бегла хорошо там где соприкасается даже по торцу наша материнка кстати привет господину сухоцкого вот твой диджик 6 там но диджик какой-то тут я не 6 тут какой-то 400 по моему ну вот он в корпусе спрятан ответ на он лежит прямо над картридером так и потом подсоединили самый гнусный шлейф на материнке это вот этот вот такой с толстыми проводами идет его в первую очередь подсоединяйте потому что потом замахаетесь его искать там смотрим что все шлейфы наши были выходили в свои места чтоб ничего не осталось под материнской платы вот проверяем все эти маленькие большие шлейфы особенно вот этот гнусный который мы подрезали манеха сережечка был с ножницами теперь сережечка с ножницами не ходит далеко камеру обходит так вот эти все вывели наши мыслимые немыслимые под вот папа посадили материнку и смотрим вот наш штырёчек раз по появился тень вам как вам показывать это все черт его знает вот здесь одна пупырышек по вылазил здесь вот второй вот он все значит материнка заняла свое место а потом уже естественно тогда совпадает все отверстия болтики и винтики которые у нас тут с вами образовались когда мы закрепим материнку мы подсоединим все шлейфы все вот это основные моменты сборки камеры неважно с пальцем без пальцев но тем более с такими вот как говорится хирургическими вмешательствами требуют это более внимательного тщательного проверки сопрягаемых вот всех частей материнки с медяхами ну и тогда после того как собрали нашу материнку так ее называют может по-разному подсоединили вот эти все шлейфы к относящиеся к материнке их тут раз два три 4 5 6 7 8 9 9 этих самых соединений соединяем ставим верхнюю крышку там где на вспышечка у нашего ничего здесь не крутим просто ставим но здесь есть такой такая хитрость хитрость заключается в очень простой вещи вот такой говорил когда-то ну так сказать повторение мать учения вот вроде бы торчит какой-то огрызок вот его рукой держу как будто откусили провод это не провод простой это опта датчик на вспышку его желательно вставить там такое тут будет как туннельчик шахточка вот не думаю что вы увидите на попробую вам показать вот беленькая такая бездюшная штучка в ней дюрочка вот в эту дюрочку вам это все короче сейчас вот держу отвертку на этой фигне вот она вот туда этот огрызок вставляете если его не вставить но он будет может быть писать что у вас там что-то со вспышкой проблемы она вам надо поэтому вставляем она сама просится туда когда встав будете одевать крышку вы поставьте туда и не забудьте и подсоединяем здесь буквально один шлейф вот сюда вот весь для него место больше тут никаких хитростей микрофон и штыки rock вот он болтается можете подсоединять можете не подсоединять я подсоединять его не буду он не не влияет на скорость потому что мне будут мешать при прокладывании сюда вот как раз ложбинка у нас получилось термодатчик ну вот а вы своих нормальных фотоаппаратах все это делаете два вот этих болтающихся провода желтенький красненький цепляете вот здесь вот они просто просятся на свои места вот соответственно красненький бордовенький такой желтоватенький все больше тут никаких хитростей одевается она все очень просто и легко за исключением что надо проследить вот за этим типа огрызком который непонятно иногда некоторые пугаются ой я порвал провод наверно когда снимал нет не порвали вы ничего такого как говорится с и леви и вот естественно он идет не на свое место поэтому мы берем сейчас резкостью с этим самсунгом до потопным старым берем его ему помогаем туда вот шахточку встать вот его направили когда крышку мы одеваем он туда просто сам залазит ну естественно как критерии что мы крышку одели вот этих зазоров не должно быть то есть она по направляющим должно стать по окулярному узлу и смотрим что тут ничего не замялась не за жалость собственно говорят все никаких больше тут премудрости вот она щелкнула стала все соединяем вот этот вот наш шлейфик оставшийся 10 щелки есть и два вот этих шлейфика с этим проводочка мы определили с вами после чего прикручиваем его тут он прикручивается двумя винтами в районе крепежа эти шлейки верхняя крышка в общем-то вся фиксация 1 2 и вот здесь 34 все четыре болта ну и вот этот диоптрийный узел вставляете он не крепежный но он как бы фиксирует верхнюю крышку отделе закрепили теперь берем передняя крышка передняя крышка в нормальной как говорится комплектации одевается достаточно просто и уверенно крепится вообще вся передняя крышка на трех точках всего лишь это будет раз вин который у нас похоронен был еще при первой разборке 23 но то вверх передняя крышка на которой красив красуется ваш этот логотип типа канон вот просто она одевается здесь есть ответный усик который будет одним болтом стягиваться с задней крышкой поэтому смотрим чтоб он стал вот поверх корпуса больше не начнут обращать внимание посмотрели чтобы здесь были прилегания вот совпадали но не естественно будет будут чели потому что нету главного как говорится щелчка щелчок главный происходит крепление вот здесь на башмаке берем и давим все щелчок щелчок и вот он стал осталось только прикрутить но в нашем случае это два болта нормальном случае еще 3 под объективом дальше сейчас я буду просто когда одевать еще заднюю крышку вот она у меня в руках сейчас пока это прикручивать не буду наш 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 случай будет таким сейчас подумаю тут уж крепление вывода вот этих наших языков охлаждения но прошлый раз у нас здесь было 015 проходила даже 01 сейчас у нас 03 даже 035 конечно здесь могут быть проблемы поэтому я сейчас буду принимать решение что я тут буду подрезать или вот эту крышку или буду выводить вот здесь ну сейчас короче это прямое решение но в принципе вот фотоаппарат почти собран единственное что перед тем как одевать вот эту заднюю крышку вы что делаете правильно одеваете сюда крышку батарейного отсека потому что без нее фотоаппарат не включится в потому что здесь стоит концевик вот он здесь я пальцем тыкаю и если этот концевик не срабатывает при закрытии крышки батарейного блока в камеры не включается а так он у нас уже вот с вами почти готов да почти конечно не считается считаться будет когда здесь я конечно разбирать уже не буду и перерезать палец но я его просрал чуть-чуть честно говорю потому что сейчас мне нужно сделать гиб пройтись по логике вещей правильно тут тютелька в тютельку надо делать все штыки длиннее я к сожалению эти размеры все не замерял потому что повторюсь они без топ бесполезные абсолютно лучше каждый будет по-своему тут откроить надеюсь мехнут впритык хватит вот в принципе у меня есть на этот гиб место вот вот столько еще лишнего как бы сейчас кажется на самом деле это не лишнее потому что я пройду сейчас чуть чуть над вот этой частью материнки здесь у меня будет вот такой выгиб и она будет вот это идти уже вдоль плоскости камеры которые уже будут крепиться либо и туда будут заводить в эту щель если завтра сегодня принесут фрезу завтра это буду делать либо поверх буду готов ну крепить как-то ну пока в общем то тут есть запас но хотелось бы чуть-чуть может быть больше и как ни странно 035 достаточно жесткая штука даже несмотря на то что я отжег ее поэтому если было бы толще да только надо уже будем выводить сюда на боковую часть делать эту компоновку как все делают ну вот так вот практически на этом этапе сборка будет завершена можно будет начинать тестовые испытания заняться еще горячей стороной как я говорил в предыдущем выпуске собственно говоря решить вот вот этот узел более-менее чтобы он был цивильно выглядел с минимальным количеством резания подрезания ну и закрутить потом эти фиксирующие винты которые весь здесь здесь нормальном состоянии еще два здесь но у нас их не будет вот и собственно говоря нажать кнопочку старта ладно я вам так показал вкратце что она уже приобрело вид ну еще не завершенный ну почти завтра я продолжил естественно буду вам что-то показывать до новых встреч и что мы помним о чем вы уже это почти выучили чтобы вас не обсыпало вы что сделаете правильно вы ставите лайки они дизлайки пока пацаны